Всем привет, меня зовут Сергей. Поговорим о том, как анимировать персонажа Blender, даже если вы совсем не разбираетесь в анимации. Поможет нам в этом замечательный сервис Миксама. Хочу сразу сказать, что это не будет урок для полных новичков Blender, поэтому я не буду углубляться в объяснение, для чего служит каждая кнопочка и панелька, иначе мой урок может растянуться на целый час. Если вам что-то казалось непонятным, пишите в комментарии, я отвечу, ну или может сделаю отдельный урок с подробными объяснениями. Итак, заходим на замечательный сайт Миксама. Чтобы его использовать, нужно там зарегистрироваться. Я хочу скачать пару анимаций, чтобы скомбинировать Blender. Для этого выбираем персонажа и нужную анимацию. Ставим галочку In Place. Скачиваем в формате fbx. Я выбрал эти две анимации из стандартного персонажа. Загружаем анимацию Blender. Идем на вкладку Анимация. Нам нужны панели Допшит и NLE редактор. В панели Допшит меняем значение на Action Editor. В окошке с названием экшена меняем название. Теперь можно удалить персонажа и загрузить другую анимацию. Настоящая анимация сохранилась в виде экшена. Повторяем действия для другой анимации. Теперь посмотрим, что можно с ними сделать. Наша анимация длится всего 36 кадров. Это конечно же мало. Простой способ сделать ее более длинной это NLE редактор. Здесь мы превращаем наш экшен в так называемый стрип и можем его редактировать. При этом все изменения стрипа не затронут оригинальную анимацию. Взмем эту кнопку и стрип готов. В боковой панели ищем окошко с надписью REPEAT. Там стоит цифра 1. Это значит, что анимация проигрывается только один раз. Изменим ее на 5. Как видите, анимация стала более длинной. Она повторяется 5 раз. Если бы вы при скачивании сайта Миксама не поставили галочку in place, то персонаж шел бы вперед. В начале каждого цикла отпрыгивал назад в исходную точку. Чтобы это исправить, надо редактировать кривые перемещения. В нашем случае надо делать то же самое, чтобы персонаж двигался вперед. Но мне для урока проще работать с ведущим на месте персонажем. Я не буду ничего в нем менять. Если вам интересно, как заставить персонажа двигаться вперед без отпрыгиваний, напишите в комментариях. В следующих уроках я обязательно расскажу. Итак, у нас есть персонаж, шагающий на месте. Посмотрим теперь, как смешать эту походку с другой анимацией. Добавляем еще один анимационный трек. В новый трек загружаем экшен с маханием рукой. Как видите, анимации не смешиваются. Да потому что на всех костях второй анимации стоят ключи. Чтобы к анимации ходьбы добавить анимацию махания рукой, нам нужно оставить ключи только на руке. Удаляем анимационные треки. Применяем к персонажу анимацию махания рукой. Дублируем экшен и переименовываем его. Выделяем нужные нам кости и скрываем их. Выделяем остальные кости и удаляем с них все ключи. Возвращаем видимость к скрытым костям. Теперь анимация присутствует только на них. Добавляем наш экшен в NLA редактор. И вот они отлично работают вместе. Но надо еще кое-что сделать. Вы видите, что теперь правая рука при ходьбе не движется. Это потому что в начале и конце анимации махания рукой она тоже не двигалась. Давайте просто выражем эти моменты. Выбираем нужный промежуток времени и жмем Y. Удаляем ненужное. Поменяем этот параметр для верхней анимации. Теперь после завершения она не будет оказывать никакого влияния на нижнюю. Добавим значение смешивания, чтобы анимация руки плавно изменялась между слоями. Конечно, здесь еще много чего можно дорабатывать, чтобы достичь идеала. Но если вас все устраивает, запекаем анимацию. Идем в Object Mode, заходим в меню. Ставим эти галочки. Теперь все анимации запеклись на все кости. Вы можете сохранить это как еще один экшен для использования в будущем. В следующих уроках я покажу более сложный пример смешивания готовых анимаций. А также расскажу как использовать любые анимации в формате fbx и bvh с любыми персонажами Blender. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. Ставьте лайк, чтобы помочь каналу. Тогда вы увидите еще много полезных уроков по анимации Blender и других программах. Всем хорошего дня. До встречи.